Разбитые окна, потоптанные клумбы и поломанные цветы. Таким этим утром встретил своих сотрудников ботанический сад. Его работники признаются, картина довела их до слез. Рассказывает, все это сотворили неизвестные вандалы, проникшие ночью в сад. На месте происшествия побывала Виктория Печерская и уже готова рассказать подробности. Работники ботанического сада проводят необычную экскурсию для съемочной группы телеканала МТМ. Показывают последствия ночного визита незваных гостей. Они побывали почти в половине теплиц, а проникли туда, разбивая окна. И хотя в ботсаду работает три сторожа, задержать вандалов им не удалось. Я думаю, халатное отношение охранников – это однозначно. Ну а второе, то, что я заявляла и заявляю на всех уровнях, а сегодня я уже кричу и плачу, что не может быть на территории 12 гектаров быть всего лишь три охранника. Это просто физически невозможно охранять такую территорию. С территории ботсада ничего не пропало. Хулиганы унесли только мелочь, которую посетители обычно бросают в фонтан и оставляют в специальных вазочках, чтобы снова сюда вернуться. В данном случае, отмечают руководство ботанического сада, речь больше идет о невосполнимом моральном ущербе. Изуродованы детские работы, детский труд. Дети сюда приходят для того, чтобы мы их научили, как правильно выращивать растения, как за ними ухаживать. И мы настолько прививаем детям любовь, что если у ребенка не выросло какое-то растение, здесь целая истерика. А здесь, представляете, вот придут дети на занятия, а здесь все уничтожено, их опыты, их работа, их труд. Уничтожен труд наших работников. Пострадал от рук вандалов и этот редкий представитель тропической флоры под названием амарфофалюс, который впервые зацвел в ботаническом саду. К счастью, отмечают местные работники, клубнелуковица растения осталась нетронутой, а это значит, что уже через год оно опять зацветет. А вот эти бегонии уже не зацветут никогда. Рассаду работники ботсада лелеяли три месяца. Вандалы ее безжалостно растоптали. Шокировало ночное происшествие и постоянных посетителей. Для семьи жительницы Запорожья Елены Александровны это любимое место отдыха. Сюда часто приходит с внучкой Ариной. Ей очень нравится сюда приезжать. Очень хороший ботанический сад, красивые растения, работники хорошие, приветливые. Очень часто мы сюда ездим. Это наше любимое место отдыха. Работникам ботсада предстоит привести в порядок теплицы и растения. Правоохранители, в свою очередь, займутся поисками хулиганов. По оставленным отпечаткам обуви милиция допускает, что ночью здесь побывали подростки.